Приветствую вас. Первое, что мне хотелось бы сказать, это то, что ни о каком чистом листе в отношениях речи не идёт. Никогда. Всё просто, при всём желании вы не сможете забыть опыт, который вы получили в отношениях с мужчиной, даже если предпочтёте нажать всё сначала. Вот. Поэтому думать о том, что вы сможете действительно нажать это сначала, оно в высшей степени наивно. В высшей степени это наивно. Вот. И не сорвется в реальности. Потому что прошлый опыт свой, да, вы никуда деть при всём, ну, при всём желании, да, вы не сможете никуда деть свой прошлый опыт. Вот. Так что это в некоторой степени такое, знаете, наивное суждение о том, что отношения можно начать с чистого листа. Вот. С чистого листа начать их нельзя. В теории можно простить своего молодого человека, например, за какие-то ошибки, там, за его какие-то косяки и так далее, так далее, так далее. Но даже это не означает того факта, что вы начнёте отношения исключительно с чистого листа. Вот. Поэтому это наивно в данном случае и, к сожалению, совершенно не приспособлено к реальной жизни. Вот. Так что, чем быстрее вы это для себя поймёте, тем для вас, скорее всего, будет лучше. Для вас будет, эм, ну, продуктивнее. Эм, начинать новые отношения с молодым человеком, эм, с которым вы когда-то расстались, эм, можно только в одном случае, только в одном случае. В случае, если вы, эм, пришли к какому-то решению относительно своих предыдущих проблем. То есть, только если по поводу тех проблем, которые стали причиной вашего расставания, вы эм, сформировали какие-то решения, эм, вы сформировали какие-то общие выводы, вы обсудили это и пришли к договорённости. Вот. То есть, теперь вам всё понятно, допустим, что не устраивало вас, что не устраивало его, и вы принимаете это во внимание. Теперь, вот, вы это принимаете, вы это принимаете во внимание, вы, эм, делаете на этом акцент, вы делаете и будете делать на этом акцент. Вот. Вы не надеетесь на то, что эм, ну, например, мужчина, да, тот же, э, допустим, поменяется, вы не ждёте делать с него перемен, вы принимаете его таким, какой он есть. Вот в этом случае, в случае, если вы выработаете такие и такие решения, э, в этом случае вам действительно стоит попытаться попробовать построить отношения. заново, я думаю, что есть все шансы. Вот. Но, в том случае, если вы, э, или при условии, если вы, э, никаких решений не принимали, и, просто, собираетесь, э, садись, ну, ну, допустим, э, допустим, просто потому что, э, соскучились, или, потому что, э, вас тянет, например, друг к другу, вот, то в этом случае ничего не получится, потому что те проблемы, которые у вас были ранее, они дадут о себе знать, и, они, эти проблемы вновь приведут вас, скорее всего, к расставанию, только, а, еще более, чем, что тяжелому, ну, потому что, э, у вас будет, будет, будут ожидания, вот, определенного рода, и, соответственно, ничего хорошего из этого не выйдет. Вот. То есть, если вы не уверены в том, что, э, человек сделал какие-то выводы, и не уверены в том, что вы сделали какие-то выводы, вот, то отношения, наверное, пожалуй, лучше не начинаться. Да, даже пытался, да, лучше даже, э, не брать это, в свое время, на, такой, вот, тип отношений. Вот. Вот, пожалуй, так можно ответить вам на ваш вопрос. А, параллельно с этим, э, желательно определиться, э, с тем, как вы воспринимаете, э, мужчину, в целом, в целом. Да? То есть, ну, что значит для вас, э, как вы увидите, чего вы для него хотели бы, ну, и так далее, и так далее, и так далее. Так далее, и так далее. Примерно. Вот. То есть, это, э, необходимые факторы, необходимые условия для того, чтобы отношения были максимально гармоничными, гармоничными. Вот. А, без этого, без данных аспектов, э, я бы не сказал, что у вас есть, э, какие-то шансы на построение отношений. Вот. Скажем так. А, потому что, ну, потому что, э, очень похоже, что будет на то, что вы, э, спросил, ненадолго, ненадолго опять, э, встретитесь очень, э, э, вместе побудете, вот, потом проблемы дадут особернать вновь опять, э, ну, ваши, ваши проблемы дадут особернать. Вот. И, все, и, значит, снова опять, опять у вас будут конфликты, вот, те самые неразрешенные конфликты, которые были когда-то. И, вот, э, смысл, смысл вам начинать отношения с чистого листа, листа. Да? Вот. То есть, на мой взгляд, совершенно очевидно, что здесь, ну, нет никакого, э, смысла. Здесь нет никакого, э, никакого прогресса, э, ничего. Э, если вы, э, понимаете, конечно, о чём я, о чём я говорю, да, если вы понимаете, о чём я проще. Вот. Это то, что вам, э, можно и нужно здесь, вот, именно здесь, в данной, э, ситуации, да, понять. Вот. Определитесь со своими чувствами, это будет не лишнее для вас. Определитесь со своими чувствами, это будет очень важно для вас. Вот. То есть, посмотрите, что у вас за чувства. А, и, соответственно, уже исходя из этого, сделайте свой выбор. Каким бы он ни был, этот выбор, свой выбор, этот выбор. Вот. А, вот, в принципе, то, что я могу вам сказать. А, на этом всё. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. А, надеюсь, что вы, увидели для себя в ответе то, что хотели. Вот. Решение принимать окончательно по, данному, э, аспекту. Только вам, никому больше. То есть, только вы можете принимать такие решения. Только вы отвечаете за, э, принятие таких, таких, таких важных решений. Вот. Мы, как психологи, э, за вас такие решения принимать не можем и не хотим. Вот. Мне кажется, это, э, абсолютно правильная позиция. Это очень хорошо, что мы не можем принимать такие решения, потому что, благодаря этому вы сможете, э, сами, э, решать, как вам распределять свои, э, средства, да, свою энергию, свое время. Вот. И, что вам, соответственно, делать дальше. Если у вас остались вопросы, э, пишите в личку, я буду рад вам помочь. Э, э, значит, если у вас остались какие-то вопросы дополнительные. Вот. Если вам понравился, э, мой ответ, э, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Вот. Я вам, э, желаю всего, самого доброго, э, удачи и успешного разрешения, э, вашей данной, э, ситуации. Спасибо.